В эфире программа Иркутск. Сегодня мы говорим о городе и его людях. В студии Марина Виклемишева. Здравствуйте! Самый главный праздник. Послезавтра страна встретит 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По традиции в каждом городе пройдут памятные церемонии. Как проведем 9 мая в Иркутске, об этом сегодня подробно расскажем в нашей программе. Ну а пока посмотрим сюжет Мадины Халиковой о репетиции военного парада. С полудня на площади у памятника Александру Третьему не стихает живая музыка. Более 250 школьников и студентов репетируют попури вальсов военных лет. В День Победы его станцуют на центральной площади города перед широкой публикой. Но все же главными зрителями станут ветераны и дети войны. Эта акция для меня вторая. В прошлом году мы впервые пришли и нас как-то затянуло. Это очень важно. Вообще в принципе тема войны она очень важна для поколения, для нашего. Потому что чем дальше, так скажем, взаимодействуешь с молодыми людьми, тем больше понимаешь, что как-то оно немножко обесценивается. И вот такими вот действиями, в том числе и вальсом, мы привлекаем внимание к этому. И я считаю, что это помогает, так скажем, не забыть. На площади графа Спиранского оттачивают мастерство строевой подготовки и руководители подразделений, и личный состав. Репетиция проходит уже в пятый раз. Все действия просчитывают с точностью до минуты. Среди участников парада и опытные военнослужащие, и действующие солдаты российской армии, кадеты, сотрудники полиции, МЧС, налоговой службы. Особенно волнительно учащимся городского центра «Патриот». Два месяца курсанты тренировались, чтобы с честью маршировать в параде победы. Дети горды, что будут принимать участие в данном мероприятии. Ежедневная строевая подготовка посменно. Те, кто учится после обеда, не приходят в 10 утра у нас, и до 12 часов ежедневная тренировка, строевая подготовка. Те, кто учится с утра, не приходят после обеда, с 16 до 18 часов, ну скажем, два месяца мы тренируемся у себя на плацу. Традиционно посмотреть репетицию параду собираются десятки иркутян и гостей города. В тренировке участвует и военная техника. В этом году в празднике задействуют 11 единиц боевых машин. К торжественному празднованию 74-й годовщины со дня Великой Победы почти все готово. Репетиция дает шанс отработать мелкие ошибки. Мы видим, что сегодня наши парадные расчеты показали достаточно хороший уровень мастерства. Строевой шаг уже поставлен очень хорошо и думаю, что проблем у нас не будет. В целом, да, этот праздник для всего народа является патриотическим и в душе каждого представителя, который участвует в данном торжественном шествии, я думаю, что есть такие же чувства и все зависит от нас. Генеральный прогон парада пройдет сегодня. В связи с этим площадь графа Спиранского перекрыта для автомобильного движения до 10 часов вечера. Мадина Харикова, Артур Ащупкин, Иркутск. Сегодня. О том, как будет проходить празднование Дня Победы в Иркутске, нам сегодня расскажет заместитель мэра города, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. Виталий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну и, конечно, начать хотелось бы с тех людей, которые нам эту победу подарили. Это ветераны Великой Отечественной. Сколько в Иркутске сейчас проживает ветеран? Сегодня ветеранов в Иркутске проживает чуть более трех тысяч, если быть точными, то по данным на 1 апреля это 3133 человека. Это в том числе участники войны, участники боевых действий. Это ветераны-труженики тыла, это блокадники, это малолетние узники фашистских концлагерей. То есть, вот все категории, которые мы, так сказать, привычно называем ветераны войны и труда, это вот 3133 человека. Безусловно, каждый из них, так сказать, в эти дни, с одной стороны, в центре внимания, с другой стороны, для них это хоть и праздничные, но достаточно сложные дни, потому что их приглашают и в школы, и на торжественные мероприятия. Тем не менее, они всегда с радостью откликаются. И мы, конечно, каждого, даже тех, кто в силу возраста, в силу состояния здоровья уже не может выйти, скажем, на площадь, выйти в какое-то мероприятие, мы обязательно их поздравляем. Поздравляем от имени мэра, поздравляем от имени горожан, вручаем праздничные такие подарки. Мне кажется, что связь поколений еще очень хорошо чувствуется в такой акции, объединяющей всю страну. Это Бессмертный полк, Иркутск очень масштабно в ней участвует. В этом году она тоже пройдет. Расскажите подробности, во сколько, где будут формироваться колонны, какой маршрут такой же, как обычно. Да, с удовольствием расскажу, тем более, что действительно мы гордимся тем, что вообще-то идея этой акции зародилась в Сибири. Поэтому акция Бессмертный полк формируется в двух местах. Первая колонна формируется у танка Иркутский комсомолец. В 9.30 начинает формироваться колонна номер один. В 10.30 она начинает движение и идет по улице Декабрьских событий прямо до Московских ворот. Значит, на Московских воротах в 10.30 начинает формироваться вторая колонна. Те, кто по каким-то причинам, ну в силу возраста, состояния здоровья, возможности не может пройти весь этот маршрут, они собираются у Московских ворот. В 10.30 там начало сбора. Значит, в 11.30 как раз соединяется, подходит колонна номер один к колонне номер два. И они выстраиваются по улице Нижняя набережная с выходом на улицу Сахибатора со стороны памятника основателям города, фактически до здания Иркутска Энерго. И после того, как на площади пройдет воинский парад, пройдут, так сказать, подразделения Иркутского гарнизона, пройдет военная техника, состоится вальс победы, тоже уникальная иркутская акция, когда студенты и старшеклассники, больше 200 человек планируется в этом году, значит, они выходят на площадь и танцуют красивый вальс, такой победный вальс. В этом году пятый год уже эта акция будет. Так вот, после того, как прошел вальс победы, на площадь Спиранского перед трибунами, перед, так сказать, руководством города, области начинает идти иркутяне в составе бессмертного полка. В прошлом году порядка 40 тысяч иркутян приняли участие в этой акции. Я думаю, что и в этом году будет их не меньше, потому что действительно, с каждым годом эта акция набирает все больше и больше, так сказать, количества участников. Каждый год мы помогаем, информируем горожан, где можно заказать фотографии напечатать, где можно заказать штендеры, где собираются. Ну, и, собственно, эта информация размещена и на сайте администрации, и есть Иркутский городской центр молодежи, городской молодежный центр, он находится на Марата 31, и по телефону 43-63-66 можно позвонить и узнать, вот где можно заказать фотографию напечатать, где можно штендер сделать. Еще раз, номер 43-63-66. А вы сами участвуете в акции «Бессмертный полк»? Я скажу так. Я, к сожалению, не участвую, потому что я уже многие годы являюсь организатором, так сказать, вообще праздничных мероприятий с большой командой наших и творческих людей, и силовых структур, потому что главное, конечно, это безопасность в нашем действительно всенародном празднике. Поэтому я, к сожалению, лично не могу участвовать, потому что я колонну встречаю на входе на площадь, ну и мы там, так сказать, открываем движение, поэтому сам не участвую, но мои дети, моя супруга, так сказать, родители супруги, что мои родители живут не в Иркутске, значит, они традиционно, вот уже третий год, я думаю, в этом году примут участие и пройдут. Я, правда, их не вижу, потому что поток очень большой, вот, но они говорят, что меня видят, поэтому я мысленно с ними. Нельзя не предупредить автомобилистов, что в этот день, как всегда, перекроют, причем достаточно серьезно движение. Наверное, лучше поехать в центр на общественном транспорте в этот день. Безусловно, я могу сказать так, что у нас в этом году традиционно будут перекрыты для движения машин улицы Декабрьских событий, улица Карла Маркса, улица Сухобатора, площадь, так сказать, Спиранского, Скверкирова полностью будут закрыты, полностью будет закрыто движение с утра до обеда улица Декабрьских событий, затем она останется до салюта, до вечера, перекрыта на отрезке от улицы Карла Маркса до Московских ворот. Она будет полностью пешеходная весь день. Значит, припарковаться, тем не менее, тот, кто приедет, например, на салют, припарковаться можно будет на площадке у Фортуны, на площадке у Комсомола, то есть, ну, достаточно близко все равно, потому что вот есть такое правило, такая традиция хорошая, мы, когда заканчивается салют, пешком спокойно идем, так сказать, до своих там машин, до общественного транспорта. Общественный транспорт будет работать до двух часов ночи, специально для того, чтобы развести всех иркутян, которые соберутся в центр, на то, чтобы посмотреть салют. Будут работать и троллейбусы, и автобусы, и трамваи, поэтому вот мы рассчитываем, что всем иркутянам будет комфортно после окончания праздника, где-то в 22.15, 22.30, спокойно добраться до дому на общественном транспорте. Ну что, очень ждем праздника, великого главного праздника весны. Спасибо вам большое, поздравляем вас с наступающим Днем Победы, как и всех наших телезрителей. Спасибо. С Днем Победы. Наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. До встречи.